Дорогие друзья, сегодня воскресенье и я с вами решил поделиться своим отцовским опытом. У меня родился шестой ребенок, у меня родился третий сын, я стал отцом в шестой раз, мне сегодня 45. И я вам расскажу, как эволюционировало мое отношение к детям и к воспитанию детей на протяжении всего этого времени. Это очень важные вопросы, потому что многие из вас, большая часть из вас, будучи достаточно молодыми отцами, зачастую не решаются отважиться на следующего ребенка или не знают, как правильно сконфигурировать свое время таким образом, чтобы уделять время и семье, и работе. Многие еще и здоровью. Я решил построить этот влог на основании ваших вопросов, которые я вижу в комментариях. Многие из вас спрашивают, у меня один ребенок, как решиться на второго? Я не понимаю, нужно ли мне это. Два слова об этом. На самом деле, второй ребенок это удвоение вашей ответственности. Удвоение, потому что моя ответственность, она настолько высокая, что, скажем, в моем случае, когда это шестой ребенок, это одна вещь. Вот вы должны понимать, что есть разница принципиальная в семье. Один ребенок, два ребенка, три и больше. Я бы сказал так. Очень важно понимать, когда вы решаетесь на второго ребенка, что вы все функции отцовства выполняете с удовольствием и в кайф. А функций отцовства очень много. Многие из вас заблуждаются, думая о том, что суть отцовства сводится только к тому, что вы приносите конвертик с денежкой и закрываете все материальные вопросы. Есть вторая противоположная позиция по этому поводу, когда многие считают, что занимаясь много детьми, можно забыть о выполнении своей функции с точки зрения финансирования. Мужчина это кормилец, мужчина это папа, это пример отношения мужчины к женщине. Вы должны понимать, что вы закладываете модель отношений в своих детях, модель отношений между мужчиной и женщиной. Что вы делаете, как вы говорите, как вы конфликтуете, как вы переживаете всякие сложные моменты. Это все записывается в подкорку ваших детей. И это крайне важно. Что касается обязательств. Многие из вас спрашивают, а сколько стоит отцовство шестерых? Могу сказать следующее, что, конечно, можно жить по-разному и можно тратить по-разному. И у нас такое, скажем, специфические, даже в какой-то степени аскетическое отношение к воспитанию детей. Ну так вот, тысячу долларов на ребенка в Украине надо приготовить. Я имею в виду, это школа, это еда, питание, всякая логистика. Штука эта грубо, это вот на одного ребенка. По крайней мере сейчас. Я припоминаю, когда на это уходило немножко больше денег, но в целом такой кост. При том, что вы должны понимать, что, например, нормальная школа это 400-500. Логистика каждый выстраивает по-своему, но в целом, вот мое понимание, вот именно такое. Наверное, в Москве чуть побольше ценник, наверное, раза в два. Ну и, собственно, еще надо учитать капекс. То есть есть, нет. У нас не заточено семянное потребление, поэтому у нас дети донашивают вещи одни за вторыми, за третьими. То есть есть вещи, которые служат там по четвертому ребенку. И мы к этому нормально относимся, ничего из этого такого, не делаем из этого трагедии. С точки зрения второго ребенка, еще хотел бы нюанс такой сказать. Вы должны четко себе отдавать отчет, что вот с тем человеком, с которым вы его родили, первого, да, вот вы точно хотите прожить остаток своей жизни. И вы точно уверены в том, что у вас нету радикальных несоответствий в подходах к воспитанию детей. Нужно особое внимание уделить вот таким принципиальным разногласиям, скажем так, да. Я об этом много говорил. У меня есть даже такой курс «Семья как актив». Я его несколько раз читал. Это комбинация восприятия семьи глазами бухгалтера по образованию, математика по образу мышления и отца шестерых детей. Уже шестерых детей. Раньше это было пять. Как решиться на второго ребенка или на третьего ребенка? Да очень просто решиться. Если вы любите свою женщину, если вы считаете, что она может рожать вам здоровое, умное, красивое потомство, и вам с ней комфортно его выращивать, воспитывать, надо делать. Мало того, еще больше скажу, что время очень быстро идет. Я смотрю это по своим старшим, средним детям. Пфу, 10 лет уже нет. Уже 10-летние подростки, уже ходят, уже думают. Мало того, я вам скажу больше, что вероятность того, что ваши дети захотят с вами жить после подросткового возраста, очень невысокая. И вы, в принципе, должны быть готовы к тому, что если ваших двое детей или один ребенок станет взрослым, 18 лет, и вы вообще останетесь тем, что дети выросли, и, собственно, заниматься больше нечем. Я знаю, когда многие семьи распадаются после того, как дети вырастают, у них просто больше не о чем заниматься, им не о чем говорить друг с другом, у них ничего общего нет. Потому что дети – это есть общее. Это есть общее. Вы растите вместе своих детей. Поэтому надо делать. Мало того, скажу, что, наверное, если в случае со вторым ребенком, то точно не надо затягивать с этим процессом. То есть погодки – это хороший вариант. А если вы хотите отважиться на третьего ребенка спустя какое-то время, то очень рекомендую это сделать не позже, чем через 5 лет. Потому что свыше 5 лет, потом вы уже привыкаете и уже не взлетит. Ну, просто сложится другая жизнь, она уже будет не предусматривать общего ребенка. Это скорее вопреки, чем благодаря. Вот это мое мнение. Чем быстрее, тем лучше, короче. Если здоровье позволяет, чем быстрее, тем лучше. Вот, вот как я скажу. Вот я как скажу. Если вы любите свою половину, если здоровье позволяет, надо рожать. Надо рожать, рожать, рожать. И мало того, это еще, знаете, дает, я говорил тоже уже об этом, это дает такое неповторимое ощущение молодого отца. Ну вот, я там последних 5 лет я ходил со щетиной. Сейчас я стал бриться каждый вечер. Потому что я его колю, я не хочу его колоть. Я отпустил волосы, еще что изменилось. Волосы отпустил. Лысый всю жизнь ходил. Вы меня видели на канале только лысым. Лысым, либо почти лысым. Со щетиной лысым. Вообще, что изменилось? Вот что изменилось. Как я перевариваю увеличение обязательств? Ведь они растут непрерывно. Могу сказать, что здесь такая комбинация вообще отношения к обязательствам. Когда-то, очень давно, у меня есть такой товарищ, Леша Жидник. Это первый НХЛ-овский, по сути, легионер, вышедший из киевского «Сокола», который играл даже с Вейном Грецкий. У меня есть где-то с ним интервью, кстати, на радио «Спорт.Вей». Так вот, он сказал когда-то такую хорошую фразу. Главное ввязаться, а там посмотрим. Так вот, могу сказать однозначно, что с детьми это работает. Главное, чтобы вы себе отдавали отчет, что это ваш крест, ну, как минимум до совершеннолетия. У нас сейчас как раз такой дискуссионный вопрос с моим старшим сыном по поводу образования, по поводу моих обязательств по финансированию. Мы дискутируем на тему, вот он не понимает, зачем ему продолжать образование. Оно ему, видимо, неинтересно, и он не может пока навести резкость, где ему учиться. Так вот, в моем случае такая позиция звучит следующим образом. Если ты не студент, то я тебя прекращаю финансировать. И это твой взнос, это твой шаг в сознательную, самостоятельную жизнь. Как ты его будешь производить, как ты будешь зарабатывать, я не знаю. Вернусь еще к описанию о том, что если это второй ребенок, то это удваивает ваши обязательства. Если третий, то прибавляется 33%. А если в данном случае это пятый несовершеннолетний, то мои обязательства вырастают всего на 20%. И поэтому это, ну, не принципиально. Я точно понимаю, что я как-то заработаю эти деньги и, соответственно, не делаю на этом акцента. Ну, 20% это все-таки, ну, немного. И я несколько раз в жизни учился сильно сокращать бюджет, и, соответственно, мне понятно, как это делать. Как повлияло рождение младшенького на старших детей? У них стало меньше конфликта, и Соломия немножко приблизилась к Вале. Она стала больше ей помогать с ребенком, и это стала ее какая-то такая вот исключительная функция по сравнению с двумя младшими. То есть она стала еще взрослее, несмотря на то, что между Михаей и Ею всего год и семь. То есть она такая вот, ну, вот уже такая девочка-подросток, которая постоянно пытается помочь маме поддержать малого, там, заколыхать малого, что-то делать малым. То есть она прям, прям вот такая прям правая рука. И она перестала по этому поводу меньше, меньше ревновать, меньше конфликтовать. Вот это у нее, вот этого меньше стало, в этого меньше стало. Если говорить о Михе и Мирославе, то они тоже как-то так немножко поспокойнее стали. Они чувствуют... Мирослава стала взрослее, и она уже понимает, что она не самая маленькая и чуть-чуть менее капризная, на мой взгляд, на мой взгляд. По-малому он себя ощутил таким полноценным старшим братом. И у него такой, типа, мужик-мужик. Но тоже меньше сопли живет. Но я думаю, что это параллельные процессы. Они, с одной стороны, взрослеют, умнеют, а с другой стороны, еще вот добавилась какая-то ответственность. Они пытаются, конечно, его все время взять на руки, но он уже такой большой, под 6 килограмм. Ой, не под 6, под 5. Нет, под... Да, под... Я думаю, что 5 килограмм. И, ну, ему тяжело его носить. Еще плюс немножко страха, адреналина, того, что может выпустить, что-то случится. Поэтому как-то вот так. Как соблюсти баланс между работой и своей любимой женщиной? Ну, это вообще, надо сказать, что это извечный вопрос тайм-менеджмента. Это вообще вопрос тайм-менеджмента. Вопрос организации. Вопрос приоритетов. Я крайне настоятельно рекомендую выйти из образа добытчика. Чем больше вы будете помогать своей женщине, тем лучше. Чем больше у вас будет общих каких-то тем, движений, тем лучше. Особенно, если вам это доставляет удовольствие. Если вам не доставляет удовольствие, я вам не советую торопиться со вторым ребенком. Ну, наверное, что-то надо ровнять в отношениях, прежде чем нырять в повторные отношения. Один мой приятель пытался исправить свои отношения рождением второго ребенка, а реально только усугубил. То есть в результате он их окончательно разрушил рождением второго ребенка. И это не панацея от всех бед в ваших отношениях. Самое главное, что в этой конструкции вашей настройки между вами двумя должна быть четкая настройка на то, что вы хотите одного и того же. Что вам очень важно. Вы думаете одинаковыми мыслями, и вы дышите одним и тем же воздухом. И вы одинаково смотрите на воспитание детей. Это крайне важно. Как я говорил, как Валя говорил, у нас нету нянь, и все функции разделены между членами семьи. Мы их, по сути, делим на троих. Это я, это Валя, и это мой отец. Что делает каждый из нас? Если говорить о вообще моем подходе, то я стараюсь закрыть все, что я могу закрыть. То есть я ищу позицию, которую я могу закрыть. То, чем я могу разгрузить Валю. Например, я вожу всегда практически детей в школу. Исключением являются только те случаи, когда я физически не могу. Но это происходит в 10% случаев. По вечеру логистика очень важна. Например, так получается, мы каждое утро это обсуждаем. Кто с каких кружков, из каких секций, кого забирает. Вот сегодня конкретная ситуация. Я сначала заберу Михайла из футбола. Потом заеду, заберу Мирославу с гимнастики. И потом я поеду домой. При этом папа закрывает, он завез Михайлыка на футбол. Потом завез Соломию на английский. И, соответственно, потом как-то вернется с Соломией назад. Валя завезет Мирославу на гимнастику. И потом дальше поедет по работе. То есть это такой живой механизм. И это, знаете, как диспетчерская в аэропорту. Мы все время между собой решаем. Сейчас несколько дней жил здесь Остап. Соответственно, я выезжал с Остапом рано. Иногда брал с собой Мирославу. Мы потом ехали тренироваться. То есть вот это, еще раз подчеркну, это живой механизм. И конкретного графика, что вот что-то конкретно на мне нет. Но есть мое желание максимально разгрузить Валю. Потому что у Вали есть вещи, которые, например, ну, кроме нее никто не сделает. Это там грудное вскармливание малого. Потом она его купает, она его укладывает. Она проводит с ним практически 24-7. И я только пытаюсь в данном случае как-то выхватывать, когда она там готовит. Или что-то там, ну, только что мешало салат, например. Вот я его взял там и держал, пока она готовила еду. Как это все получается? Вопрос в желании. То есть можно, конечно, нанять 20 нянь. Одна ночная, вторая дневная, третья посуточная, четвертая там через одну. Но няни, это не зло. Это просто люди, которые посторонние, которые попадают в вашу семью. И вносят в нее определенную свою лепту в отношения. И нужны ли они вам? Нужно ли вы внимание, влияние этих людей? Я, ну вот каждый для себя принимает решение. Но мы для себя приняли решение, что мы этого не делали. У нас была одна няня, когда Михайлоку был год или чуть меньше года. И, соответственно, тогда мы брали няню. После этого мы расстались с ней. И, в общем-то, с тех пор мы живем без няни. У нас дети, правда, очень рано идут в сад. И я в этом, это наша общая позиция, да. Мы детей рано отдаем в сад. Конечно, есть вариант того, что они попадают сразу в новую бактериальную среду. Они, как правило, немножко начинают болеть. Но, в целом, мы не ходим в государственный сад. Мы все-таки ходим в частные сады. Разные по стоимости. Но вот Мирославе сейчас 5 лет. Она сейчас ходит на шестую локацию. Шестая локация в ее жизни. Шестой сад, по сути, шестой коллектив. Она крайне социализирована. Я к этому отношусь с очень высокой требовательностью. Я считаю, что социализация детей закладывается в самом начальном возрасте. И потом эта социализация будет составлять основы soft skills, которые очень важны для любого человека, который хочет быть успешным. Поэтому социализацию надо развивать. Надо рождать в детях самостоятельность, активность, инициативу. И мы за этим сильно следим. В чем различие между воспитанием со стороны отца мальчиков и девочек? Мужчине вы должны дать модель поведения. Вы его должны научить быть инициативным, лидером, принимать решения, быть мужчиной, не плакать, быть мужественным. Это все вы его должны научить. А вот с девочкой вы должны ей дать понимание, какой должен быть мужчина. Вы должны ей дать нежность, вы должны ей дать заботу, ласку, любовь. Она потом будет искать себе половину по образу и подобию того образа, который вы сформируете у нее как отец. И это крайне разный. Малого я могу бить ногами в баловстве, играть в какой-то беркут или еще что-то, еще что-то. Там тузиться, там бороться, то девочки поцелуи, гладить, ласкать, нежить, баловать, обнимать, целовать. Это разные вещи вообще, вообще разные. Если у вас есть вопросы, я даже вам рекомендую почитать книги по этому поводу. Потому что я в свое время читал куски книг по детской психологии и думал о том. И самое главное, вы должны понимать, что самая главная часть вашей ответственности – это время, которое вам придется, которое вы хотите, хотите этому отдавать. Если вы не хотите отдавать этому время, если вам это время хочется применить к чему-то другому, к работе, к друзьям, к партнерам, не надо рожать детей. Сами по себе они не вырастут. Как я согласился на то, что Валя таскает с собой малыша? Ну, там есть два вопроса. Первый – это, наверное, такой открытость, что ли. И второй вопрос – потенциальная какая-то инфекция. Первое. Нельзя быть немножечко открытым. Вот если ты решил, что ты будешь открытым, значит, ты будешь открытым. Значит, ты открытый. Если ты открытый, значит, ты показываешь свою жизнь, показываешь своего ребенка, своих детей. Вот эти вот темы, там, уберечь от дурного глаза. Сходите, покрестите своего ребенка. Не делайте никому ничего плохого. Все будет хорошо. А с точки зрения инфекции, ну, повторюсь, мы так решили, что она может продолжать работать после рождения ребенка. Я всецело поддерживаю, потому что я уже поговорил, там есть 10 функций. Вот мне надо, чтобы она была самореализованной, чтобы она, она мне крайне важна, самореализация моей женщины. Потому что если она не самореализованная, сидит у окна и с вечной претензией смотрит в окно и говорит, что-то ты сегодня пришел на 30 минут позже. А даже если она думает так, но не говорит, она тратит внутреннюю энергию и депрессует. Поэтому я всячески поддерживаю желание моей половинки самореализации. Я буду всячески ей помогать в этом. Я буду идти на то, что отказываться от каких-то конкретных, от каких-то конкретных даже благ и своих интересов для того, чтобы максимально способствовать ее самореализации. Она чувствует себя на работе на своем месте. Ей нравится ее работа. Это уровень социализации, это уровень контактов, это такая работа, которая... И тем более есть возможность. Не надо вставать там, не знаю, с утра до вечера, ходить с 9 до 6 вечера на работе сидеть. Но я всячески буду поддерживать это и всячески буду... Да, конечно, я понимаю, что на мне будет часто ребенок. И как только будет возможность гулять по улице, потому что будет чуть-чуть слабее мороз, я обязательно буду брать коляску и просто разгружать ее на час, на два, чтобы она просто побыла сама, почитала, посидела в инсте, посидела в почте, что-то... Побыла одна без вот этого на руках. Это очень женщине каждой важно. Это радикально важно каждой женщине, чтобы у нее был какой-то маленький кусочек ее личного пространства. Без ребенка, без того, что кто-то вякает, пукает, икает, кряхтит или что-то еще делает, для того, чтобы это была ее часть, ее... Такой, знаете, такой островок имени ее. И вот этот островок ей надо помочь создать. Если он создан, его надо пытаться увеличивать. Что изменилось с появлением шестого ребенка? Ну, я вам скажу так, все изменилось. То есть, если кто-то рассчитывает, что появление ребенка никак не поменяет вашу жизнь, это полная утопия. Появление любого ребенка, первого, второго, третьего, оно полностью кардинально меняет вашу картинку жизни. У вас появляются новые обязательства, куда-то кого-то надо завести, отвезти. Но вот сейчас, например, что стало моей практически каждодневной обязанностью, я зачастую стал готовить завтраки. Хотя раньше я больше занимался вот этой утренней отправкой детей. То есть, я их брал и вез. Сейчас я встаю еще на полчаса раньше, для того, чтобы Вале дать возможность немножко отдохнуть, для того, чтобы приготовить завтрак детям. Соответственно, мы вместе все завтракаем, собираемся и выходим. Я выхожу и вывожу их в школу. Я стал больше тренироваться. Я вообще перестал пить. Я говорил, что я отказался от алкоголя и от кофе. Я стал больше тренироваться. Это тоже ситуативная штука, потому что человек больше тренируется, если он не бухает, потому что алкоголь всегда мешает тренироваться. Если у вас есть алкоголь днем, даже бокал вина, вечером вы тренироваться никогда не будете. Если у вас есть вечером алкоголь, вы тоже не будете тренироваться. Если у вас есть вечером много алкоголя, вы утром не будете тренироваться. Это такой вопрос философский, вопрос организации. Что я стал делать? Вот сейчас достаточно экстремальные морозы, я часто езжу в Манеж, и я практически всегда с собой беру старших детей. Либо Миху, либо Мирославу, либо одного, либо второго, либо двух сразу. Что еще? Мы не поехали в этом году никуда, но не поехали не потому, что родился ребенок, а потому, что у меня нет паспортов, и я привязан к городу, и, соответственно, жду, пока возникнет эта возможность. Если мне отдадут паспорта, то мы поедем на кемп. Наверное, это будет Турция, наверное, это будет Глория Спорт-Арена, и я, скорее всего, заберу всех троих детей, ну, в смысле старших, если Валя не сможет по службе поехать. Что еще изменилось? Я, например, провел целые сутки на канале 1 плюс 1 во время того, как Валя записывала новогодний выпуск. Я просто был с ребенком, потому что надо было его все время держать на руках. Я периодически подходил, кормил у нее, и потом отходил, и дальше... Ну, я там пробыл целый день с раннего утра до позднего вечера. У меня еще включается сейчас такая инициатива. Если раньше, например, уходя с кухни, я меньше обращал внимания, убрано или нет, то сейчас я стараюсь, если Валя, например, там занята по ребенку, то я стараюсь все на кухне убрать, потому что я знаю, что Валя не ляжет, пока не уберет. Соответственно, мне надо максимально разгрузить Валю, и я по этому поводу не жду, пока мне кто-то скажет, слушай, ты знаешь, надо там посуду расставить в посудомойку, или там убрать вещи после ужина, или стол убрать. То есть мы пытаемся это делать все вместе. Дети, конечно, не всегда включаются в этот процесс, но в целом это добавляет, скажем, такого духа коллективного, коллективной атаки на эту задачу, и это работает. Расходы пока не увеличились, потому что, выйдя из роддома, фактически нам все было подарено, там коляски, кресла автомобильные, там куча одежды, плюс есть одежда от старших ребят, от наших двоюродных братьев из Вены, соответственно, это вообще не повлияло, да. Я в этом году пришел к выводу, что, конечно, кост по образованию детей, вот я уже так прям начал чувствовать, потому что если отдавать в те школы, которые ты хочешь, в которые нравятся, да, то по году получается ценник такой большой. Ну, как-то мы справимся с этим вопросом, я не думаю, что это такая. В конце концов, мы вдвоем работаем, и у нас неплохо продаются коучинги, и люди довольны, и приводят новых, и мне нравится. Плюс у нас онлайн пошел путь, плюс мы сейчас запускаем несколько новых проектов по онлайну, и плюс я заниматься начал одним очень большим глобальным финансовым проектом, который, я надеюсь, даст уже в ближайшее время такие значимые плоды. Возможно, пройдет еще несколько месяцев, ребенок быстро растет, и возникнут какие-то новые конструкции, связанные с логистикой, с воспитанием. Я стал больше проводить время со своим младшим сыном, я прям стал чувствовать необходимость его в мужском общении. Он тянется ко мне, я езжу к нему на матчи, он занимается футболом, он занимается серьезно, он играет, сейчас перешел в клуб «Колос». Он очень просит меня, чтобы я был у него на матчах, и это тоже время. Я, естественно, езжу на матчи, смотрю, трачу время, мне нравится, он забивает голы, и я вижу, как он ищет глазами мои глаза для того, чтобы получить какое-то одобрение, и я кайфую от этого. По девочкам совсем другая история. Девочки хотят ласки, девочки хотят нежности, девочки хотят, чтобы я их укладывал спать, чтобы я читал им сказки, и я это делаю с огромным удовольствием. И фактически сейчас укладывание старших детей – это моя функция еще раз. То есть если раньше мы как-то их делили с Валей напополам, то сейчас фактически это моя исключительная компетенция. То есть я всех забираю, веду, купаю, слежу, чтобы они чистили зубы, иногда дочищаю. Соответственно, потом всех укладываю, читаю сказки, они засыпают. Потом у нас происходит миграция постоянно. У нас уже нет ни одного свободной койки. Мы даже донесли еще одну койку, когда приехал старший сын. Соответственно, ну так интересно. Еще что добавилось. Моя средняя дочь уговорила купить собаку. И под жесткие обязательства, что она с ним будет гулять. И фактически я сейчас каждый вечер с ней еще гуляю. Это происходит там в разный километраж. Самый большой, который мы прошли со старшим сыном совсем недавно, 8 километров. Он автоматически выбрасывается в страву. Поэтому, если вы хотите следить за моими активностями, вы можете подписаться на мой аккаунт в страве. И смотреть сколько, где, как, тренируюсь, с какой интенсивностью. Так вроде все. На самом деле это все интересно, это все кайфно. Я все время вспоминаю свою дискуссию с Балашовым, который когда-то рассказывал о том, что это не функция мужчины быть отцом, а функция мужчины быть добытчиком. Я хочу вас остановить, потому что многие из вас в образе добытчиков, в образе, потому что выйдите из образа. Я всегда говорю своей малышей дочери, выйди из образа блондинки или выйди из образа принцессы. Надо выйти из образа. Надо быть просто человеком, просто папой. И могу сказать, что за то время, пока я был отцом, я стал отцом 18 лет, сейчас мне 45. Соответственно, моему отцовскому опыту уже 27 лет. И он сильно эволюционировал. Так вот, могу честно сказать, что чем старше я становлюсь, тем больше я понимаю необходимость своего исключительного влияния на процесс воспитания детей. Вас, ему, ей и вашим детям никто не заменит. Отцовская функция в этом крайне важна. И выйдите из образа добытчика, а станьте просто хорошим папой. А хороший папа – это много всего. Это хороший муж, хороший хозяин, финансист семейных расходов. Очень много всяких параметров. Это все хороший папа. Это тот, который покупает, это тот, который подгузник может поменять, это тот, который может завтрак приготовить, а тот, который может посуду помыть. Это все хороший папа. Поэтому приносить деньги домой – это не исключительная компетенция хорошего папу. Потому что это все равно, что если бы вы рассматривали женщину только как объект сексуального влечения. Вот, например, хорошая в постели – значит хорошая женщина. Так нет, мы хотим и хорошую женщину в постели, и хорошую хозяйку, и хорошую маму, и хорошую дочь наших родителей, и с чувством юмора, и самореализованную. Обязательно, чтобы работала, чтобы была красивая, чтобы была ухоженная, спортивная. Что там, мы все это хотим. Если вдруг там выпадает, представьте, что у женщины 10 функций нет, она только в постели. Вы же не берете в жены проституток с панели. Они хороши в постели, наверное, но это не является исключительной компетенцией для вас, потому что не является. Чего мне сейчас не хватает в отношения с вами? Ну, вы должны приготовиться, что сразу после того, как у вас рождается ребенок, у вас с сексом будет туго. Ну, то есть он, конечно, как-то будет происходить в вашей жизни, но будет, скажем так, в минимальном формате. Поэтому, если быть честным, то, конечно, не хватает, вот скажу романтично, не хватает времени побыть с друг другом наедине. А, по сути, конечно, женщина в период восстановления после родового, она и очень важно, и очень важно, чтобы вы с терпением и с пониманием отнеслись к этому вопросу. Это был влог. Я смотрю, как хорошо заходят импровизационные выпуски с Валей. Она, конечно, просто безумно фотогенично умна и обаятельна, плюс профессионально на камеру. Камера просто рождена для Вали, поэтому смотрите Валю по средам. Спортивные выпуски смотрите по пятницам, а влог, если он вам понравился, ставьте палец, пишите свои вопросы, что вас интересует. Я с удовольствием буду вам полезен. И не забывайте делать репосты, ссылок в свои социальные сети. Крайне полезно, когда вы рекомендуете друзьям наши видео, если они вам действительно полезны. Субтитры сделал DimaTorzok